Во имя Отца и Сына и Святого Духа. Аминь. Возлюбленное Господи, Отцы, Матери, Братья и Сестры, спаси Господи за ваши святые молитвы. Сегодня Святая Православная Церковь светло празднует память иконы Божьей Матери, знамения. И этот иконописный образ представляет собой изображение Богородицы, которая воздевает руки к небу, а перед ней в такой сфере или в круге находится Господь наш Иисус Христос. Еще есть вариант древний изображение этой иконы, когда Господь нарисован на щите. Матерь Божия держит щит, а на нем изображен Господь Иисус Христос. И этот образ называется Никопея. И вот, братья и сестры, эта икона, она была издревле известна и находилась в русских православных храмах. В 1170 году от Рождества Христова она получила наименование знамения, когда святой, будущий святой князь Андрей Боголюбский вместе с Соединенным Войством Удельных Князей, судорский князь Андрей Боголюбский подошел и осадил город Великий Новгород. И в это самое время внутри города сил обороняться не было, как всегда бывает в таких случаях. Люди обратились за помощью к Богу и к Богородице. Они молились несколько дней о избавлении от этой осады, от этого нападения. И на третий день городского епископа Илье раздался голос. Матерь Божия повелевала ему взять икону ее из соборного храма и вынести на крепостные стены. И русский православный народ с молением, песнопениями взяли эту икону Богородицы, которая будет называться «Знамение» во все времена. Из этой иконы они пошли на крепостные стены. Судорские воины и другие воины Дельных Князей, увидев крестный ход, раздражились, разгневались, начали стрелять стрелами в людей в крестном ходе. Одна из икон попала в лик Пресвятой Богородицы. Из глаз изображенных на этой иконе потекли слезы. И Матерь Божия повернулась к Новгороду. И в это самое время на нападавших напал неизъяснимый ужас на суздальцев. Они начали побивать друг друга мечами. И тогда новгородские воины, в которых было не многочисленное воинство, не многочисленный отряд, с верой, упованием, вдохновением и без страха вышли из города, напали на осаждавших и их оттуда прогнали. И вот, братья и сестры, в этом святом событии, опять Матерь Божия в который раз спасла землю, русский народ, мы видим героев и антигероев, в этот раз антигероем становится святой князь Андрей Боголюбский. Он против Богородицы идет, он осаждает город, Великий Новгород. Но вот это его военное поражение и то знание, то чудо, которое он увидел, что нельзя против Богородицы воевать, нельзя против Богородицы жить, против воли Бога нельзя выступать, нельзя жить по своей воле. И действительно этот опыт, который его не озлобил, можно озлобляться, что не по моей воле что-то в жизни происходит, не так, как я хочу. Вот Бог хочет так, а я хочу так. Почему Бог не делает так, как я хочу? Бог должен делать так, как я хочу. Почему заболел я? Я не хочу болеть. А ну сделай Бог так, как я хочу, чтобы я не болел. Почему у меня денег не вот столько, не вот столько, а вот столько? Ну-ка сделай Бог, как я хочу. Я хочу вот столько денег. Я хочу вот такое, я хочу вот это, я хочу другое. И всегда в нашей жизни происходит не так, как я хочу. И можно озлобляться, можно топать ногами, можно ругаться, плеваться, оскорблять всех, осуждать всех, в том числе и Бога. Бог такой и сякой не делает так, как я хочу. Оскорблять, ненавидеть свои власти, они не делают так, как я хочу. Родители не делают так, как я хочу. Все должны делать так, как я хочу. Можно злобиться и раздражаться. И к чему это приведет? Да ни к чему. Станешь озлобленный, раздраженный, злой, такой, что от тебя все будут шарахаться. Либо принять то, что никто не обязан делать, как ты хочешь. Никто тебе не обязан делать. И в первую очередь Бог перед тобой ничем не обязан. Ты его не обязал еще ничем, чтобы он сделал так, как ты хочешь. Ты можешь Бога только просить, чтобы он сделал так, как ты хочешь. Умолять его, Бога. А заставить его, и тем более считать обязанным, чтобы Бог должен делать так, как я хочу, так, как я считаю правильным. Бог должен делать. Это безумие. И когда ты это поймешь, что Бог тебе не обязан ничем, Ты ему обязан всем. И что в нашей жизни мы всегда делаем выбор, так поступить или по-другому. Если вдруг воля Божия вот такая, а ты будешь поступать, не поймешь, в чем воля Божия. Соберешься, людей всколомутишь, поднимешь, организуешь. И начнешь против воли Божьей хвести, направлять, организовать. То все рассыпется, все, что ты организовал. Банкротство есть такое слово. Все, что ты затеял, ожидают банкротства, если ты не узнал прежде. А есть ли воля Божия на то, что ты затеял? И вот Андрей Боголюбский, так же и тогда, как и он принес на Русь икону покрова Пресвятой Богородицы. Андрей Боголюбский, он создал первые храмы, начал строить покрову Пресвятой Богородицы. Храм в Нерли, знаменитый, до сих пор существующая святыня, памятник русскому церковному зодчеству. Это он его построил, храм Покрова. А строение Покрова тоже об этом же, что русские люди поехали штурмовать Константинополь, грабить. Но не узнали, есть ли воля Божия. А те византийцы помолились Богородице. Богородица разметала русский флот. Ничего не осталось. А затея была грандиозная. Много лет готовили, собирали корабли. Вы представляете, сколько надо сил и усилий, чтобы в те времена на вот тех вот утлых ладьях переплыть в Черное море с войском и напасть на город. Это сотни годы трудов, которые пошли на смарку. Но приобрели духовный опыт. И здесь тоже. Андрей Боголюбский, собрали войско. Собрали князья. Союз такой большой воинский собрали. Вот Новгород захватил. Не будет им сил, чем защищаться. Столько войска мы собрали. Они просто не смогут устоять. Смогли. Потому что Богу было не угодно, чтобы они захватили Новгород. И Богородице. И Богородице они молились о помощи. И она явила свою помощь. И вот, братья и сестры, когда человек начнет понимать вот эти вот мудрые вещи, истину, как этот мир устроен, что надо всегда Бога можно только просить. Если Бог тебе не дает то, что ты просишь, вот ты просишь, ставишь свечки, молишься, Господи, дай вот то, что я хочу, сделай то, что я хочу. А Бог не дает тебе, то не надо опускать руки, говорить, а, Бог меня не слышит, или а, Бога нету, а, все, пойду в атеисты теперь. Бог не делает так, как я хочу. Чего это Он не делает, как я хочу? Я же свечку Ему поставил, Он обязан сделать так, как я хочу. Не так надо этот мир познавать и свои взаимоотношения с Богом строить. А следующий шаг, когда Бог не делает то, что ты хочешь, ты просишь у Него. Следующий шаг, это спросить у Бога, Господи, что я должен сделать? Почему ты не делаешь так, как я хочу? Что я, почему? Вот я мучаюсь, у меня искушение, у меня скорбь, у меня болезнь, мне плохо. Я прошу тебя помощи, ты меня любишь, но ты не делаешь так, как я хочу. Почему? Может быть, я что-то должен сделать еще, кроме вот этой дешевой свечки за 10 рублей. Еще что-то должен сделать? Вот это следующий шаг взаимоотношений. И когда человек задает такой вопрос искренне Богу, а не так бросил на ветер и пошел, не слушая, заткнув уши. Можно спросить, но не слышать, что тебе отвечают. Только формально спросить. Но когда ты хочешь узнать ответ, что я должен еще сделать? Ты его услышишь, ты обязательно его узнаешь. Обязательно тебе Господь ответит. Что надо делать? Он вразумит тебя. Или через священника, или через ребенка, младенца тебе придет ответ. Или через ветер, который тебе прошелестит этот ответ. Или птица тебе пропоет. Или в сердце твоем зазвучит ответ этот. Что ты должен делать? И еще следующий этап. Да, услышать, что я должен делать тоже мало и недостаточно. Я должен сделать то, что Бог мне говорит. Тогда начинаются настоящие, живые взаимоотношения с Богом. Я делаю не просто Бога прошу, дай, 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 дай. Я сам ничего не слышу, что мне Бог говорит. Я и слышу и Бог, что Он мне говорит. Бог мне тоже говорит, дай. Дай мне сердце свое. Дай мне часть твоей жизни. Дай усилия свои. Дай молитву. Дай строительство храма. Дай помощь ближним твоим. И все это нужно не мне, а тебе. Когда ты это даешь, эти добрые дела, ты становишься сильным, ты становишься мудрым. Ты понимаешь, как решать твои проблемы. И ты видишь, что их-то, в общем-то, нет этих проблем. Они сами у тебя убегают, эти проблемы. Когда ты Богу начинаешь давать. Когда ты затеваешь какое-то дело, узнай, Бог будет помогать тебе в этом деле. Или Бог будет тебе противиться в этом деле. Потому что Богу это не угодно, чтобы ты этим занимался. Если Богу не угодно, чтобы ты занимался этим делом, которое ты затеял, ты хоть тресни, разорвись и лопни. Никто в этом мире тебе не поможет. Никто. Нет такой силы в мире, ни таких денег, ни такой власти, которая против Бога могла бы попрать. Таких нет истории, примеров и никогда не будет. А наоборот, есть примеры, когда маленькие воинские отряды брали неприступные крепости. Есть примеры, когда Александр Васильевич Суворов, русский полководец, не проиграл ни одной битвы, потому что он всегда молился, всегда молился. Всегда служил Богу и Богородице, и посты соблюдал, и воинов к этому призывал, к молитве, к постам и к воздержанию. Не нажираться мясо, чтобы быть сильным в битве, а поститься, чтобы побеждать духом, а не физической грубой силой. Умом, разумом, премудростью побеждать. И таких примеров нищие числа, когда огромные воины армии подходили под русские города, сколько раз в Москву пытались огромную армию захватить, тот же Тамерлан, который бежал от Москвы. Почаевскую лавру, где турки сами себя перебили, когда монахи молились Почаевской иконе Богородицы. Если против Бога ни одна сила, ни одна армия, ни деньги тебе не помогут, если ты против Бога затеял, Богу не угодно, никогда у тебя не получится. Разоришься ты на этом деле, которое затеял. Все деньги ты потратишь на эту ерунду, которая Богу не угодна. Силы, время, детей вовлечешь, людей. Потом люди тебе будут говорить, да что ж он затеял, куда он нас втащил. Только время наше потратил. Ничего никогда не получится против воли Божьей. Ничего никогда. Какое-то время, может что-то получаться, вот как камень бросил в небо человек. Сильно бросил, и камень летит. Вот видите, а камни не летают. Летают, вон они летают. Летит же ж. Да, летит, но недолго. Потом упадет, хорошо, если не на голову обратно. Но обязательно пойдет на землю, потому что есть закон всемирного притяжения. И камень обратно притянется к земле. Точно так же и вселенная вся существует по воле Божьей. Ты можешь против Бога жить, воевать, жить как угодно, хохотать, плеваться. Говорит, мне некогда ходить в храм. У меня Бог в душе, а Богу я как-нибудь бородатому свечку дам. Да и все, и разберемся. Ха-ха-ха, смеяться над священниками, над монахами гоготать. Глумиться какое-то время. Но это только какое-то время. Этот камень, глумление над священниками, над монахами, хохот, что Бог в душе. Этот камень будет лететь только до какого-то времени. Потом он упадет. И упадет страшно. И чем сильнее бросили этот камень в небо, тем сильнее он будет падать, и тем сильнее удариться в землю. Чем сильнее глумились против Бога. Чем сильнее воевали против Бога. Чем сильнее атеизм в народе своем строили. Чем сильнее храмы разрушали в своей стране. Чем сильнее будут страдать потомки этих богоубийц. И тех, которые убивали священников и монахов, тем сильнее они будут, мы будем убивать друг друга, разоряться. Тем сильнее нас плевать будут во всем мире, чем сильнее мы разрушали храмы. Да, но весело, хохотали мы 70 лет, когда храмы уничтожали. А теперь чего? Вот последствия хохота мы с вами пожинаем. Но, братья и сестры, как и Андрей Боголюбский, как и прочие люди, которые получили этот опыт, поражения от Бога, пытались с Богом воевать, но получили поражения. Мы не будем озлобляться, как сейчас вот некоторая часть есть людей, которые вот прям взлобятся и не могут признать свои ошибки, не могут признать, что с Богом воевали. Но мы будем принимать этот опыт и становиться, как Андрей Боголюбский, становиться святыми, понимая, что с Богом воевать нельзя. Себе дороже. Против Богородицы перейдь нельзя. Себе дороже будет. Что только вместе с ними, с Матерью Божией, тогда будешь в малом стадии, с малыми силами, но совершать великие дела и великие победы одержать, если будешь с Богородицей и с Андреем Боголюбским. Андрей Боголюбский это понял и стал на сторону Света, на сторону Божию. И мы должны, мы это с вами понимаем, возлюбленные, мы с вами с Богом рядом находимся, идем за Господом, за Матерью Божию, и, конечно, да поменьше расстраиваемся, когда в нашей жизни не по нашей воле происходит. Слава Богу за все. Это просто Богу не угодно, то, что не происходит в нашей жизни. Значит, я это делать не буду. Если Бог захочет, чтобы я это делал, Он меня вразумит, Он найдет способ мне сказать о том, что надо это делать, и я буду это делать. И даст мне помощь и силу, и с Божьей помощью легко все и хорошо сделаем. А если против рожна, против рога я что-то затеваю, против Бога, ну, все время мне плохо и шишки набиваю. Поэтому мы должны это понимать, знать, жить этим, пользоваться этим. И употреблять в своей жизни помощь Божию, жить по воле Божьей, каждую свою затею, начиная спрашивать у Господа, есть ли его святая воля. И честно ответ этот выслушивать, потому что можно обмануть себя, не сказать, а Бог захочет, а Бог благословит, а я потом покаюсь, да все как-нибудь срастется. Не срастется. Сразу Господь говорит, не срастется, я против этого, я не хочу, чтобы ты этим занимался. Вот так сразу мы должны принять это вразумление и не делать то, чего не хочет Бог. Не делать грехов, которые не хочет Бог, чтобы мы делали. Не делать безбожие, не пропускать церковные службы, не должны пропускать, не должны пропускать утречения молитвы, исповеди причастия, не должны пропускать радости, счастья, любовь и жизнь вечную с Андреем Боголевским и со всеми святыми от века Богу угодившими. Аминь.